Здравствуйте! В эфире телеканала GTSU вы смотрите программу «Сегодня» в студии Карина Закриева. Сегодня мы поговорим об охране природы и сохранении зеленых насаждений. И наш гость Ильдос Мирзабек, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования области GTSU. Здравствуйте, Ильдос Мирзабек. Здравствуйте, Карина. И наш первый вопрос. Какая общая площадь лесного фонда области? Кто занимается охраной, защитой и лесовосстановлением, и лесоразведением? На сегодняшний день общая площадь государственного лесного фонда области GTSU составляет 1,5 млн гектара. Лесовосстановлением занимается 7 государственных коммунальных услуг, 7 коммунальных учреждений. Это Алакульская, Югентасская, Борль-Тобинская, Талдыкурганская, Копальская, Уштобинская и Жаркинская лесные хозяйства. И коммунальные государственные учреждения, созданные в 2022 году по охране животного мира. Это оперативная служба по охране животного мира. Общее количество по штатному расписанию 639 человек. Из них 119 работников ЛПС лесопожарной службы и 259 лесных работников. Все они занимаются охраной, воспроизводством и работой по уходу за лесом. Какие меры были приняты в текущем году по улучшению материально-технического состояния лесных учреждений? В текущем году поддержано руководством бюджет в объеме 693 млн тенге на улучшение материально-технического оснащения коммунальных учреждений. На что были куплены 3 пожарные автомашины, 2 патрульных автомашины, 4 мотоцикла, 1 прицепной водораздатчик. Это та же самая пожарная машина, только бочка, ну то есть подручные средства получается. И 3 трактора и 1 дрон. Дрон на сегодняшний день является очень актуальной темой. И можно разглядеть площадь до 10 квадратных километров. Мы им сейчас активно пользуемся. По области ЖИЦУ мы закупили 9 дронов, получается, для лесных учреждений, которые занимаются непосредственно охраной лесов. То есть это очень эффективное средство на сегодняшний день для облета, для просмотра лесного фонда. Не нарушаются ли природоохранные законодательства на данных территориях, не возникли ли пожары и так далее. Есть у вас конкретные примеры, что дрон вам помог в таких-то ситуациях, то есть там был обнаружен пожар, прям очень быстро. Нет, дроны закупаются только-только. Мы их только ввели в действие. Сейчас обучаются сотрудники, ну то есть подготавливаются на специальных курсах, и мы их дальше будем применять в действии. Планируется ли создание новых минеральных полос? Какие меры принимаются для сохранения существующих? На сегодняшний день запланировано по нашей области 10 километров минеральных полос. Мы их стопроцентно все выполнили. К тому же есть минеральные полосы, которые из года в год делались, мы их обновляем. Получается более полутора тысяч гектаров минеральных полос имеется в области ЗИЦУ, именно в лесном фонде. И из них мы на сегодняшний день обновили около 1100 километров. Какие еще профилактические работы ведутся по охране леса от пожаров? То есть, возможно, среди населения проводятся какие-то работы, возможно, участие в каких-то брифингах? На сегодняшний день установлено более 187 билбордов, аншлагов. Это при въезде в лесной фонд устанавливаются такие таблички. На них написано «Не бросайте мусор», «Не разводите костры». То есть, это перед лесным фондом. Также с субъектами крестьянских хозяйств проводится постоянная профилактическая работа. Им проводятся разъяснительные работы на тему пожарной безопасности, на тему незаконного выпаса скота, на тему незаконной вырубки деревьев и так далее. В текущем году выдано 1024 предупреждения, листовок в количестве 1709, проверено 171 проведенные семинары. Средства массовой информации мы дали более 132 статьи в социальных сетях, есть публикации. Также на телевидении в этом году мы, если я не ошибаюсь, 5 раз выступали и проводили профилактические беседы на тему пожарной безопасности и предотвращения пожаров. То есть, я правильно понимаю, что административных штрафов выписано не было гражданам? Административные штрафы выписываются. Это в обязательном порядке. Например, за нарушение, забегая вперед, я могу сказать, по охране животного мира. Есть оперативная служба, как я уже выше упомянул, есть у нас лесники и охотоведы. То есть, оперативная служба занимается у нас на резервных землях, водоемах, охотничьих угодьях, на резервных землях акиматов районов. А именно в Государственном лесном фонде у нас занимаются охотоведы от вышеупомянутых семей КГУ. То есть, от каждого лесного хозяйства. Ими при нарушении природоохранного законодательства непосредственно выписывается штраф. Именно оперативной службой провели мы в этом году 63 совместных мероприятия совместно с территориальной инспекцией по охране животного мира и правоохранительными органами. 63 мероприятия и выявили 51 нарушение природоохранного законодательства. Наложенные штрафы все 100% взысканы. Вы до этого упоминали дроны. Какие новые технологии, помимо них, применяются для раннего обнаружения лесных пожаров? Министерством цифрового развития и инновационно-аэрокосмической промышленности Республик Казахстан разработана такая программа, называется «Гарышки-Изет». Она интегрирована с программой «Орман-Ки-Зет», которая в свою очередь загружается на смартфоны наших лесников. И он, находясь в любом месте Государственного лесного фонда, может определить местоположение. То есть в Государственном лесном фонде есть кварталы, в кварталах есть выделы. И каждую границу он может определить, открыв свой смартфон именно эту программу «Орман-Ки-Зет». Вы знаете, у нас сейчас в стране полная цифровизация. Как вы можете оценить, на каком этапе находится ваше ведомство в плане полного автоматизирования вот этих процессов рабочих? Ну, если взять сферу цифровизации, как я уже упомянул, программы «Орман-Ки-Зет» у нас имеются, с «Гарыш-Сапором» мы постоянно работаем, дроны мы приобрели, вводим их в действие. Я думаю, это неплохо. В текущем году мы еще рассматриваем установление в четырех КГУ камер видеонаблюдения. То есть они будут постоянно включены и постоянный человек будет за ними смотреть. То есть насколько дальность камеры хватает, мы посмотрим эффективность и далее будем поэтапно уже приобретать в каждой КГУ, я думаю. У нас в Талдыкурганском лесном хозяйстве есть одна камера, она себя зарекомендовала неплохо. На сегодняшний день мы ежедневно наблюдаем. Окрестность в районе около 200 гектар мы просматриваем спокойно. Какие работы ведутся по лесовосстановлению и лесоразведению в нашей области? В 2020 году в сентябре президент республики дал поручение по высадке двух миллиардов деревьев в Государственном лесном фонде именно. Из них 12 400 гектар за нашей областью. То есть мы должны будем высадить там 28 миллионов саженцев. На сегодняшний день, в 2024 году мы запланировали 3486 гектаров посадить. Весной мы посадили уже немалое количество, 138,8 гектаров. Осенью планируем посадить саксаул. То есть на 3106 гектаров мы будем 12,5 тонн семян саксаула высеивать. Саксаул, я так понимаю, будет полностью охраняться? Да, саксаул является под охраной. Мы его непосредственно занимаемся их охраной. Имеются в лесных учреждениях питомники для выращивания посадочного материала? Да, в 7 КГУ имеется 12 питомников. Три из них постоянные, остальные 9 временные. Общая площадь их 94 гектара. 74 гектара занимают 3 постоянных питомника. Остальные 20 гектаров это временные питомники. В них саженцев мы выращиваем около 1,3 миллиарда, миллиарда, извиняюсь, миллиона. А остальные миллион из них являются стандартными. То есть, когда мы выращиваем их, они бывают переростками и так далее. Они бывают уже непригодными, сгнивают. А кто следит как раз за этим процессом? С питомниками следят непосредственно закрепленные люди, которые работают в наших коммунально-государственных учреждениях, в лесхозах. Какие работы ведутся по борьбе с вредителями и болезнями леса? То есть, вы говорили, у вас есть переростки. По борьбе с вредителями мы ежегодно получаем бюджетные средства. В этом году мы на 3 миллиона 687 тысяч тенге запланировали и провели наземную химическую обработку. Это в трех КГУ. У нас Алакульская, Талдыкурганская и Гентарская. То есть, мы, как жители областного центра, наблюдали в окрестностях, ну вы же тоже, наверное, видели, да, деревья все. Ну, то же самое в лесном фонде было. Мы провели обработку и все нормализовалось. Какая работа проводится по охране животного мира? По охране животного мира, как я ранее упомянул, мы создали в 2022 году, в сентябре месяце, коммунальное государственное учреждение, оперативная служба по охране животного мира. Основной задачей учреждения является охрана животного мира в резервном фонде охотничьих угодий и рыбхозяйственных водоемах. Ежегодно управлением разрабатывается план совместных мероприятий. Это с территориальной инспекцией лесного хозяйства животного мира и правоохранительными органами. Как я ранее говорил, мы проводили рейдовые мероприятия, неоднократно выявляли нарушения, то есть 53 нарушения мы выявили. Из них 8 нарушений правил охоты и 45 нарушений правил рыболовства. Также охрана животного мира осуществляется сотрудниками государственных учреждений лесного хозяйства. Они уже отвечают за государственный лесной фонд. Сколько имеется субъектов охотничьего и рыбного хозяйства на территории нашего региона? На территории области Житсу имеется 68 охотничьих угодий, 51 из них закреплено. Остальные являются в резерве, за которыми вышеупомянутая КГУ ведет наблюдение. Насчет рыбных хозяйств у нас является 104 рыбхозяйственных водоема, из них закреплено 68. За 51 субъектом рыбного хозяйства остальные 36 объектов рыбного хозяйства являются резервными на сегодняшний день. Можете рассказать конкретно про сезон охоты, полностью охватить этот период? Что можно делать, что нельзя делать, какие правила есть? Начнем с того, что охота начинается с приобретения лицензий. То есть, сперва мы должны дождаться открытия сезона. Открытие сезона у нас начинается на копытных с 15 июля ежегодно на копытных. После чего постепенно по областям, по регионам открывается охота на пушного зверя, на водоплавающую дичь, на птицу и так далее. Прежде чем выехать на охоту, министерством экологии выдается лимит, который утверждается, который мы уже в свою очередь после ассоциации выдаем утвержденный лимит нашим охотпользователям. То есть, имеющим охотхозяйство людям, выдаем лимит, на основании которого они выдают разрешение на охоту на тот или иной вид дичи. То есть, после приобретения дичи, если это копытные, то, например, скажем, морал, вы приобретаете лицензию на отстрел того или иного вида, на самца, самку, сигалетку. И в обязательном порядке, в присутствии егеря с отметкой об отстреле уже изымаете. Ну и так далее. На водоплавающую дичь и на пернатых тот же самый процесс. То есть, вы приобретаете лицензию, едете на охоту, отстреливаете, получаете отметку об отстреле количественно. Три, четыре, пять фазанов. Ну, к примеру, если, например, при выезде на охоту вы едете с расчехленным ружьем, более того, с патроном в патроннике, то это является грубым нарушением природоохранного законодательства, за что на вас выпишут административный протокол. То есть, мы должны соблюдать при выезде на охоту все правила природоохранного законодательства и обязательно подчиняться закону. Разве это ли у нас в области туристическая охота? То есть, возможно, из каких-то других областей к нам приезжают граждане? Туристическая охота. Если с областей других приезжают, то они являются резидентами республик Казахстан. Это является внутренним туризмом. Есть интурохота, то есть иностранная туристическая охота. В законе четко прописано, что иностранные граждане, иностранные туристы, приезжая к нам в область, для отстрела того или иного вида животного, они оплачивают в десятикратном размере. То есть, если мы платим тысячу тенге, они платят в десятикратном размере, в десять тысяч тенге. То есть, для них цены уже выше, чем для граждан Республики Казахстан. Возвращаясь к теме профилактических работ, может быть, вы хотите сказать что-нибудь нашим зрителям, чтобы они вели себя более аккуратно? Да. На сегодняшний день Государственный лесной фонд является нашим достоянием, нашим богатством. Вы сами, наверное, знаете. Рудник Коксу, ущелье есть, очень красивые места. За Текелями горы есть, тоже очень хорошие, красивые места. Люди, выезжая туда, оставляют за собой мусор, разжигают костры, что является нарушением природоохранного законодательства. Обращаясь к зрителям, хочу сказать, что мы эту природу должны беречь. За нами растут дети, которые тоже хотят видеть красоту нашей области житцу. Спасибо вам большое за познавательную беседу. Это действительно было очень интересно, и мы смогли поближе ознакомиться с деятельностью вашего ведомства, узнать о каких-то нюансах, о ваших планах на будущее. Я хочу призвать наших граждан соблюдать все правила во время нахождения в лесополосах, в лесных хозяйствах. И до новых встреч на телеканале житцу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова